Добрый вечер, друзья. Тема сегодняшней беседы как раз очень подходит для вечального времени, для супругов, разумеется. Да, касается она супружеской интимной близости. Есть случаи, к сожалению, зафиксированы. Когда один из супругов, ну, мне знакомы случаи, когда это жена, может быть, и случаи, когда это делает муж, решают единолично прервать супружескую близость, прекратить супружеские отношения под тем или иным предлогом. Подчеркиваю, предлогом иногда бывают сложности медицинского характера для женщины гинекологические, для мужчин часто это невропатологические, но в этом говорить не будем. Это тема отдельная. Речь не идёт о медицине здесь. Речь идёт о, скажу вам так, самоуправстве. Часто связано это с тем, что деторождение, вот есть у людей какое-то количество детей, и один из супругов считает, что больше детей не должно быть. По тем или иным причинам, иногда веским. Иногда веским причинам, что деторождение надо уже пресечь по той или иной причине. И под этим предлогом прекращается супружеская близость. При этом цитируют иногда церковные какие-то документы, якобы цитируют, что якобы церковь запрещает противозачаточные средства. Противозачаточные средства запрещены, детей рожать больше не предвидится, следовательно, супружеская близость прекращена. Что это такое, дорогие друзья, это заговор против брака. Это медленное, а иногда довольно быстрое убийство брака. В том случае, если это происходит без взаимного согласия. Если людям уже под 80, ну это само собой происходит, тогда такое, так сказать, прекращение супружеской близости. Но если это происходит единолично, то это заговор против брака. Заговор с целью убийства. Я говорю об этом без всякого сомнения. Чтобы это понять и почувствовать, надо повнимательнее посмотреть, что говорит церковь о противозачаточных мерах. Контрацепция, противозачатие, предохранение от зачатия, ни в коем случае не сопряжённое с убийством зачатого ребёнка. Иногда в некоторых способах медикаментозного воздействия на человека зачатый младенец в материнской утробе подвергается убийство. Это тоже называется контрацепция. Это просто обман. Никакая не контрацепция, а аборт. Где-то убийство. И документ, который регулирует взгляды церкви на все эти вещи, ОСК, основа соцконцепции Русской Православной Церкви, говорит об этом с полной ясностью. Противозачатие вещь, ну, очевидно, не очень желательная, но решение в этой области принимают супруги самостоятельно при возможном совете их духовника. Ни в коем случае не приравнивают это к аборту. Помните об этом и не убивайте свой брак. Продолжение следует...